Слава Богу, братья и сестры! Я коротко буду читать Слово, потому что у нас гости, мы дадим им больше времени, чтобы они участвовали в служении, но предмолитвой я прочитаю Слово, мы немножко порассуждаем. Лука, 8 глава, 22 стихи ниже. В один день он вошел, поиск Иисус, с учениками своими в лодку и сказал им, переправимся на ту сторону озера, и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали, наставник, наставник, погибаем. Но он стал, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им, где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, кто же это, что и ветром повелевает, и в воде, и повинуются ему. Ученики, которые были с Иисусом Христом, те, которых он позвал с собой, чтобы они следовали за ним, они ходили каждый день и видели чудеса. И вот такое произошло в их жизни, когда они плыли на лодке и был вместе с ними, и Иисус Христос, он заснул. Отдыхал, потому что он трудился днем, ночью молился. И плоти, она есть плоть, хотя он был Бог, во плоти она устает. И вот прошел такой, знаете, момент. Началась буря. Это было для учеников, чтобы они увидели славу и величие нашего Господа. Позднялась буря, и ученики были в страхе, потому что водой заливало лодку, они боялись, что она потонет на середине этого моря. И они подошли к Иисусу Христу и говорят, наставник, наставник, погибаем. Но он встал и запретил ветер. И стала тишина, и на учеников напал страх. Хотя они видели каждый день, что происходит, они видели каждый день чудеса, они видели то, что Иисус творит, что исцеляет больных, изгоняет бесов. Дает жизнь людям, воскрешает. И это все видели, но тут такой момент, и они увидели, что и ветры повинуются ему. Кто это такой? Братья и сестры, это тот Бог. Это тот властелин, который пришел на землю для того, чтобы спасти души наши. И когда мы читаем дальше, что он, когда прибыл в страну Гардеринскую, и там вышел человек, который никто не мог, никто не мог его успокоить. Цепями его оковали. Одевали на ее цепи, одевали ее окови, но он все рвал. Освобождался и бегал по той местности. Он никогда не одевался. Но когда встретился с Иисусом Христом, Иисус его освободил от этого. Освободил, приказал этим злым духам выйти с него. Их там было много, потому что они, когда спрашивают Иисус, как твое имя, он говорит, легион, потому что нас много. Он повелел им войти в стадо свиней, которые бросились в море и утонули. И напал страх на жителей того города, той страны, когда они узнали, кто такой Иисус, увидели ту силу, увидели то, что произошло, и они попросили удалиться его с этой земли. Он послушно сел в лодку и уплыл назад туда, где его ждали. Там народ на другой стороне, откуда он прибыл, народ стоял и ждал его. Ждал его с нетерпением, что он приедет, что он придет к ним. И он принял этот народ его. И он исцелял их, благословлял их. И когда двигались они, пришел к нему человек, который не побоялся от осуждения иудеев за то, что это был начальник синагоги, попросил прийти к нему в дом, склонился перед ним, упал на колени для того, и попросил, чтобы он пришел в дом и исцелил дочь его, которая умирает. Он послушал, начал идти. И в этот час, когда он двигался, одна женщина, которая болела 12 лет, и никто не мог ей дать здоровье, она пробиралась в толпе, чтобы прикоснуться к одежде Иисуса Христа. Я прочитаю эти слова. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и пав к ногам Иисуса, просил ее войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. Знаете, столько было народу, которые, они были, ну и шли, наверное, какая там дорога была, широкая, не широкая, но они теснили. Они хотели быть рядом, и каждый старался быть поближе к Иисусу Христу, чтобы услышать то, что он говорит. И вот, и женщина, страдавшая к протечению 12 лет, которая из державного врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. И подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, пьет сказал бывший с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит. И ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, ишедшую из меня. Женщина видела, что она не утаилась, и с трепеном подошла, пал пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему, и как-то час исцелилась. Он сказал ей, дерзает щедр, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Это женщина, которая не имела права войти в толпу, потому что по закону она не могла быть там, где много людей, она не могла быть там, где толпа большая, даже вообще не могла быть среди народа, потому что она была нечистая. И она в страхе также пробиралась в этой толпе, для того, чтобы прикоснуться к одежде Иисуса Христа. У нее была вера. Это последняя надежда у человека, потому что все издержавшие, все прошло. Нет, не стало ей, наверное, по всей видимости, никаких, ни денег, ничего, для того, чтобы идти к врачам, чтобы получить что-то еще, какое-то дополнительное лечение. И она пришла с верой, прикоснулась к одежде. Только ли с к одежде прикоснулась? Может, она просто протянула руку где-то между людьми, и коснулась к одежде, и получила исцеление. Сразу все прекратилось у нее. И Иисус Христос почувствовал, что тот, кто прикоснулся к Нему, Он видел ее, Он знал, кто это такой, но она должна была сказать перед всем народом, что происходило с ней, и что произошло в этот час. И когда она объявила всему народу то, что было с ней, Он сказал, «Вера твоя спасла тебя», потому что эта женщина с верой прикоснулась к Иисусу Христу. Братья и сестры. И когда Он пришел в дом Иаира, Он там же воскресил дочь Его. Я сокращаю, потому что время бежит. И мы знаем, что такое Иисус Христос, с которым мы верим, пред которым мы ходим, которому служим. Братья и сестры, этот Бог достоин великой славы от нас. Мы не можем Ему дать ничего абсолютно, кроме того, что славословить Его, величать Его, восхвалять Его. Наши уста, наше сердце должно быть наполнено тою хвалой нашему Господу. Ибо Бог великий, Он сегодня то же, что был и тогда. И к Нему прикоснитесь, каждый, кто имеет нужду с верою, получает то, что желает. Потому что это есть Бог, который не меняется. Он был тогда, Иисус Христос, ходил по земле и стрелял людей. И сегодня Он посылает то же самое, если мы верим, просим Его, чтобы Он помог нам. Слава нашему Господу! Благословен Господь! Пусть наши уста никогда не закрываются славословить имя нашего Господа, ибо Он достоин. Пусть наши сердца, они будут открыты для того, чтобы из нашей внутренности выходила та слава, значит, благодарность к нашему Господу, ибо Он есть Бог наш. Бог, который ведет нас к вечности. К вечности радостной, к вечности веселой, к вечности там, где нет плача, где свобода, знаете, где прославление нашего Господа, оно настоящее. И пусть Господь благословит, чтобы мы дошли до той заветной цели. Сегодня мы на утренней молитве так читаем тоже о том, что богатый человек, юноша пришел, и Господь говорит, что я должен сделать? Он говорит, раздай имение, продай и раздай бедным. Он опечалился и отошел от Иисуса Христа с тем, что печаль, богатство было большое, и он пожалел это богатство, чтобы раздать бедным. И ученики говорят, Иисус говорит, что богатому трудно войти в Царство Небесное, а ученики говорят, а как же так? Кто же спасется? Он говорит, что человеку невозможно, а Богу все возможно. Слава нашему Богу! Ему все возможно, братья и сестры, ему надеется на нашего Господа, что Он приведет каждого из нас туда, в то прекрасное место, где место приготовлено для каждого из нас. И в этот утренний час мы склонимся перед нашим Богом, будем молиться, чтобы Бог благословил дальше нас. Склоним колено, будем молиться. Слава нашему Богу! Слава нашему Богу! Да. Слава нашему Богу! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 им дать это за мой сердце. Я вас молю, никогда не забудьте молиться за ближнего, за брата, за сестру, за детей, за батьков. Важно молиться за них. Я думаю, что вы знаете человек, его звать Чарльз Дарвин. Его названо Батько Революции. Я слышал историю, что он был христианом. Он любил христа, он шел на зібрание. И оно все заменилось, когда ее мама померла. Мама загинула от хвороби. И много разов люди, они отговорят от Бога, потому что трагедия зайдет в их жизнь. Кто-то померли, что может стати, что они могут убить. И много людей, что мы молимся, они такие люди. Они выросли в доброй семье, в верующей семье, а они просто уже не знают, что делать. Бог не почувствует их молитву. Но я не хочу, чтобы кто-то так стал, что Бог не почувствует их молитву, что Бог их не спасает, что Бог не верил их на землю. Бог мает свой план, Бог мает свою волю. И люди, что имеют замену сердца, уже любят Господа, любят Его Слово, любят Его Библию, любят Его Слово читать. Перед моим заменением сердца я редко читал Библию, я редко молился, я редко на зібрание шел. Я делал что-то, чтобы просто найти. И после этого заменения, то другому человеку я уже спеваю, проповедую и даю все Богу. Слава Богу. Когда мы будем молиться, я хочу, чтобы первое, чтобы вы молились, что Богу живы и здоровы, что вы выбрали прийти на это место и дать Богу всю хвилу и всю хвилу. И потом молимся за тех близких до вас, что тут нет, что может даже не знают Бога. Аминь. 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 Верю в Иисуса, не знай, не люби, бить храни, не души Сина Божого. Верю я, верю я, верю я, верю я, усім сердцем я верю в Иисуса. Верю я, верю я, верю я, Сина Божого, верю я, що за радість тепер Він зі мною є все, усім сердцем я верю в Иисуса. Верю я, верю я, верю я, верю я, верю я, верю я, усім сердцем я верю в Иисуса. Верю я, верю я, верю я, верю я, Сина Божого, верю я. Синкурия Господь, начискутані руки і ноги, Десь поділись потрібні слова, І скривилися мої дороги. Я без тебе, мовітка суха, Що тримається ледь-ледоклена, Вона ще в висоті, ще прилипла до крони, Та не вкриється листям зеленим. Я кричу і плачу, голоса тримаю, Що робить, не знаю, я вісь мені благаю, Поможи останню, ще надію маю, Бо без тебе помираю, Господь. Я без тебе загублена книга, Що написана генією слова, Хоч вона дуже ціна і глибокий сміст має, Та ніхто її не хоче дає. Я кричу і плачу, голоса тримаю, Що робить, не знаю, Я вісь мені благаю, Поможи останню, ще надію маю, Бо без тебе помираю, Господь. Я кричу і плачу, голоса тримаю, Що робить, не знаю, Я вісь мені благаю, Поможи останню, Що надію маю, Бо без тебе помираю, Господь. Я вісь мені благаю, Господь. Я вісь мені благаю, Господь. Я вісь мене, іді по вольнам, Но страшно мне, не виден свет. Найду тебя во время шторма, Ведь подарил ты веру мне. Господь, взываю, я к тебе. Ты волны успокоишь все. Моя душа покой тебе одно нашла, Ведь держишь ты меня всегда. Твоей довольна благодатью, Ты рукой твоей направишь путь. Сквозь страх бегу в твои объятья, Не подведешь меня ты никогда. Господь, взываю, я к тебе. Ты волны успокоишь все. Моя душа покой тебе одно нашла, Ведь держишь ты меня всегда. Лишь тебе всю жизнь свою я доверяю, Ты спасешь меня, я знаю, Иду к тебе по вонам. Открывай мне все, что я не понимаю, И вероешь, живая, Что со мной идет спаситель. Лишь тебе. Лишь тебе всю жизнь свою я доверяю, Ты спасешь меня, я знаю, Иду к тебе по вонам. Открывай мне все, что я не понимаю, И вероешь, живая, Что со мной идет спаситель. Лишь тебе всю жизнь свою я доверяю, Ты спасешь меня, я знаю, Иду к тебе по вонам. Иду к тебе по вонам. Иду к тебе по вонам. Открывай мне все, что я не понимаю, И вероешь, живая, Что со мной идет спаситель. Но иду к тебе по вонам. Распоживаю я к тебе, Ты волны успокоишь все, Моя душа в покое тебе одно нашла. Ведь держишь ты меня всегда. Ты всегда. Я прошу прощения, я буду по-английски говорить мене. Трошки лакше, не буду количество украинского языка. Субтитры делал DimaTorzok About one year ago, there was a trip to Africa, and my brother was getting grouped together, and I planned to go to Africa. With one reason, I wanted to know God. I wanted to know who is this God that my parents come to church and serve. I wanted to know who this God is that my brother keeps on going to church. When I went to church, I found it boring. When I went to church, I sat on my cell phone because I didn't know what to do. When I came to church, I didn't feel like I was at home. And I knew there was something wrong with that because it's not supposed to be like that. And so I thought that maybe if I go to Africa, somehow I'll find this mysterious thing that I couldn't find but all my family and friends have. And so I was born in Ukraine, and I came here, and I had a passport, but it was out of date, and I had to renew it. So we did all the paperwork. They said that I was supposed to have it before I was supposed to leave. And so I wasn't worried about that. I was worried about money. I didn't have money to go. And I don't even know how it all happened, but God blessed me and gave me money. I didn't spend a single dollar. So I thought, okay, I'm going to Africa. That's it. But I was wrong. My passport didn't come in time, and I was furious. I was mad at God. I said, why? I want to meet you. I want to be this son that my parents are to you. Why can't I go? You gave me money. It's just kind of like you're teaching me. Like, I want to know you, but I can't. So then they went to Africa, and I started living life that I did, just going to church, going to school, and that was it. I was empty inside. I was broken inside. I was hurt. I had this side in me that I couldn't explain what was wrong with me. Well, later did I realize that this is the year where God changed my whole life. God has made me a missionary here in my own streets. He said that he showed me that I didn't need to go to Africa to find this peace, this love. He used me out on the streets when I was evangelizing to people. That's what I meant is love. There was a word for me from a mom, and God said, you're on this path that's in and out. If you serve me, you will be blessed. And I was tired of being this lukewarm. I was tired of just being cold, just sitting on the sideline. I wanted to be part of God. And that was my step towards God. Many of you might have the same thoughts that I had. Why do my parents go to church? Is church salvation? Why do they go? Who do they know here that I don't know? Why is he so real to them? But I only see him. They know him, but you know of him. I was like that. I thought I knew God. I knew of a God that my parents served, that my church served. Where I found my radius, my happiness, I guess you can just say just talking to friends, always being outgoing, because I needed to waste time because when I sat and thought I was sad. Now I know why. I guess Americans, they're always so on the go, always so fast, because every time that they have, they don't see it as precious. They see it as they need to fill things up because they cannot sit down and just think because they are depressed and they need to fill whatever is inside of them. But the thing is though, when you fill your life with wrong things, it only gives you temporary, that's what? It's short. It's not everlasting. But Jesus is. Where is your happiness? Is it in your phone? In your friends? Drugs? When you're stuck in sin, you realize it. You hate sin, but you love doing it. But when you turn to God, he will open your eyes and you will see sin as sin and you will hate it. I have battles now. I lose some and I win some. But these battles are with God. When I fall, I know where to turn. I know he will pick me up. And I fall every day. But every day he picks me up because Jesus shed his own blood on that cross for you and me. Those words to me were just words. I never lived those words. I just thought about him. Oh, yeah. Died on a cross. This one guy came from heaven and died on a cross. I know the story. I learned it in Sunday school. I hear it when people preach. But it's different when you live it. When it's in your heart and it's changing you inside out. Maybe you are stuck. You are tired of being on and off with God. I was like that. You want to change in your life just like I did. I want to read a small scripture. John chapter 8 verse 32. And you shall know the truth and the truth shall set you free. How will you know the truth if you don't seek it? How will you know the truth if you don't open his word? How will you know the truth if you don't look at examples from church? If you spend your time elsewhere if you spend your time somewhere else but the church how will you know of a good example to follow Christ? That verse has changed my heart my life and my future. I met God this year. Like I said I thought I knew him but I only knew of him. Maybe that's one of your mistakes. Do you know him? Or do you know of him? That's two totally different things. It sounds so similar. As I looked past this year I realized that the way God changed my life was he set this want in my heart. I knew I wanted something greater than I had before. Being lazy being tired just sad and depressed I guess in a way of like living life not to the fullest but just living life because it's life. When you begin to clean up your life you will take a step towards God. Change what you can because you have free will. When you change what you can God see you taking a step he's going to take a couple more to you. it's kind of like a child learning to walk. My nephew just learned to walk and when I saw him I kind of saw that he had the want he wanted to walk but he was scared but as soon as he took that step his mom was always right there to catch him if he fell a lot of us don't even want to take that step but if you have the desire and you take that step he will come running to you when you fall he doesn't want you to fall kind of like the prodigal son he left his father he was broke he was down but he had the want to come back when he took that step to go back to his father his father came running to him do you want to hear or see your name in the book of life? that's one book that I thought it's just a book guys it's real Jesus is real because if he wasn't I wouldn't be standing here right now turn to him before it's too late his arms are open now will they be open? couple days from now a year from now where is your destiny? don't be cold or lukewarm revelation 316 says so then because you are lukewarm and neither cold nor hot I will vomit you out of my mouth if you are lukewarm you don't belong to Jesus because if you knew the price that he paid you would be enslaved to him once you find him you won't need to look anywhere else for peace for comfort he will satisfy your heart your needs you won't need anything else God will use you in so many ways in the beginning of this year when I didn't get to go to Africa I thought that that was it God kind of forgot about me excuse me but he has used me in so many ways I wanted to know where I stand in his eyes I wanted to know what he sees me and when you turn to him he will use you I'm 17 but yet God has opened up my eyes God has changed my heart he will change yours too no matter if you're 17 or 71 I want to leave you with a verse Matthew chapter 7 verse 7 seek and you shall find you don't seek you won't find amen позови я услышу позови я пойду за тобой мой Бог до края земли ты всегда в моем сердце ты зашел свой огонь я хочу мой Бог идти за тобой веди меня мой Бог ты знаешь быть хочу там где ты пребываешь я так люблю тебя тебя веди меня мой Бог ты знаешь быть хочу там где ты пребываешь я так люблю тебя позови я услышу позови я пойду за тобой мой Бог до края земли ты ты всегда моем сердце ты зажег свой огонь я хочу мой Бог идти за тобой он сверти меня мой Бог ты знаешь быть на чудом где ты пребываешь я так люблю тебя сверти меня мой Ой, вот ты знаешь, быть хочу, да, где ты пребываешь. Я так люблю тебя. 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 Я так люблю. Я так люблю тебя. 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 Я так люблю. 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 король, он видит, что у него ничего нет, но он прикидается, что у него там есть одежда. И стоит себя знать, все люди, и видят короля, и никто ничего не скажет, потому что все боятся, что они, напевно, что або нерозумные, або просто недостойные своей посадки. Только один маленький хлопчик взял и выкринал, и говорит, что король еголый. И все люди тогда начали сказать, что действительно у него ничего нет. Понимаете, какая ситуация была? Король не хотел признать свои помилки, он не хотел признать, что он голый, потому что если он еще это скажет, то значит он не достойный быть королем, как и дитина сказала. Вы знаете, будучи в церкви, мы можем делать похожую помилку. Мы можем знать, что мы не поступаем по Слову Божьему. Мы можем знать, что нам требует проповедовать Евангелие, мы и не делаем. Но мы можем надягать вбрань. Мы можем ходить и понимать, что что-то не то. Но мы никому не скажем, что мы не достойные своей посадки. Я думаю, что вы понимали, что идея была этой рассказе. И это, скажем, перекликается, это приклад Словом Божим. Мы думаем в своем жизни, что мы что-то значимы, но бывают моменты, когда мы тепли. Того мы хотим закликать всех вас, чтобы мы были горячими. Чтобы мы делали Божью работу. В Саракюзах, у нас в Бенгамтоне, в Америке, в Нью-Йорк-штатте, в Африце, на Украине. Где бы только не было, но нам нужно что-то делать. Нам не нужно прикидаться, что мы что-то делаем. Нам не нужно думать и сомневаться, что мы что-то делаем, что не делаем. Нам нужно делать. Это мы хотим всех нас заохотить. Вы знаете, поездки на миссию, они не легкие. Всех завжди заохотую, но у меня самого есть переживание. Вы знаете, когда приходится ехать на наступную миссию, треба делать организацию, треба вкладывать финансы, час и работу. И не все воно так получается, как нам хочется. И я помню, хочу поделиться с вами свидетельствием, когда мне один следующий раз надо было ехать в Кеню. И я сидел, думаю, чи треба мне то есть миссия, или не треба. Ну и не очень, скажем, большая поддержка есть. Люди, деякие молодые, хотят ехать, и не всем получается, и финансы нужно делать. И сидел, просто было такое переживание, таке, ну знаете, как раз находились такие моменты духовные, что ты не знаешь, чи ты делаешь волю Божью точно, чи ты просто любишь ехать, тебе просто нравится подорожевать. Бывают такие моменты. Я думаю, каждый, кто ездил на миссию, ты задаешь свои вопросы, чего я делаю это? Чи действительно я хочу послужить Богу, послужить этим дитям, послужить этим людям, чи просто мне подобается десь поездить домой на vacation. И бывают такие моменты. Вы знаете, я сидел и шукал просто Божью ответственность. И я пройшел в себе на диван сив, открываю Библию, и открылось мне место, которое я хочу поделиться с вами. Я начал читать Матфея 25-31. «Коли ж прийде Син Людський у славі своїй, всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї. І перед ним усі народи зберуться. І він відділить одного від одного, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить він вівці правожих себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його, прийдіть благословенні, мого отця посадьте, царство уготоване вам від закладин світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув і ви напоїли мене, мандрівником я був, і мене прийняли ви, був нагий, і мене зодягли ви, слабував, і мене ви відвідали, у язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні і скажуть, Господи, коли-то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли. Коли-то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягли. Коли-то тебе минужденного бачили, чи в язниці і до тебе прийшли. Цар відповість і промовить до них, по правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Тоді скажуть тим, хто лівориш і діть від мене прокляті у вічний огонь, що до Яволові та його посланцям приготований. Бо я голодував був і ви не нагодували мене. Прагнув і ви не напоїли мене. Мандрівником я був і не прийняли ви мене. Був нагий і не зодягливий мене. Слабий і в'язниці і мене не відвідали ви. Тоді відповідять вони промовляючи Господи коли то тебе ми голодного бачили або спрагненого або мандрівником чи нагого чи нужденого чи в'язниці і не послужили тобі. Тоді він відповість їм і скаже по правді кажу вам що тільки одному з найменших цих ви не вчинили мені не вчинили і ці підуть на вічну муку а праведники на вічне життя. Ви знаєте прочитавши це місце в мене питань більше не було знаєте на той момент це була відповідь пряма відповідь від Бога я зрозумів що треба їхати на місію треба їхати то що коли ми їдемо туди ми там привозимо і годуємо людей і провідуємо людей і розказуємо їм про Бога і питань більше не було я думаю ми всі прослухали це місце і ми всі це добре знаємо місце і всі ми хочемо бути в числі тих людей які зробили це все для Ісуса того ми всіх заохочуємо заохочуємо щоб їхати на місію їхати в Африку зараз я розкажу деяку інформацію про нашу поїздку в Африку так сталося що у нас деякі технічні неполадки я не можу показати фотографії але я коротко розкажу що ми там робимо ми їздимо в Кенію вже 4 роки ми маємо там таке служіння коли ми звідси збираємо групу їдемо туди і підтримуємо мисіонерів Кенію вкитали Кенію там є мисіонери які вже там є 6 років заснували таке мисіонерське служіння церкву школу для дітей і ми просто їдемо туди і допомагаємо їм там є фултайм мисіонери з Тернопільської області з Тернополя які працюють там ми просто їх підтримуємо яке там є служіння не можу показати фотографії то може не дуже буде так вам всім запам'ятається або не можу так виразити побачити це було б краще але нічого ми їдемо туди і ми там робимо декілька таких служінь ми проповідуємо на вулицях ми просто робимо такі імагнізації роздаємо Біблії хочу розказати про Біблію коли ми роздаємо Біблії Біблія це дуже дорога річ в Кенії того ж вона коштує 6 на їхній мові на свагілі коштує 6-7 доларів а людина получає така зарплата мінімальна то є 30 доларів то Біблію щоб купити то треба добре заплатити того вони дуже радісні коли їм привозять Біблії і ми роздавали Біблії не один раз люди просто деруться б'ються якщо їм не хватає і був такий момент коли ми роздали Біблії ну і всім не хватило не хватило і ми пішли додому після імагнізації а один чоловік отримав Біблію і на другий день її продав і то село ще Молотева називається зібралися люди яким не стало взагалі люди які зрозуміли цю ситуацію що він зробив неправильно і просто пішли і знаєте вони так дали набили його за той вчинок що він зробив бо людям не стало Біблії а він взяв Біблію і сам собі не лишив а продав бувають і такі моменти що люди страждають за те що хочуть Біблії або за те що продають Біблію роздаємо Біблії працюємо з медичними мобільними клініками просто виїжджаємо в різні села такі де нема близько ніяких лікарнів пунктів взагалі лікарів там нема і там є місіонер-лікар з Росії який приїхав там вже декілька років він працює ми раніше працювали з африканськими лікарями зараз вже маємо свого лікаря і нюрсис і з нами все переважно їде декілька медсестрів так що ми виїжджаємо і робимо Білії такі клініки та клініка приблизно 300-400 доларів нам обходиться але багато людей приходить і получає медикаменти робимо стріткідс працюк такий є до дітей які є просто на вулиці не мають домів йдемо туда до них розказуємо робимо сендвичі дринкс розказуємо про Бога і ви знаєте декілька років ми то робимо і навіть ті самі діти знову приходять і так дивишся ну взагалі то може і не дуже помагає але ми їх годуємо і надіємося що все ж таки вони зрозуміють вони зрозуміють в якої вони є ситуації і кинуть вони нюхають клей вони всі дуже багато з них нюхають клей таксикомани ми міняємо деколи їду на той клей щоб забрати від них але надіємося що до них дойде ця вістка спасіння і вони поміняються поміняються в нас є там в нас є там орфенич сиротинець який місіонери обслуговує там було 15 дітей зараз вже декілька дітей усиновили так що там вже їх менше але так само вони живуть з місіонерами нашими які там є так само є школа в яку приходить майже ціле село дітей вони там годують їх і вивчають англійську мову на основі біблії так якби Sunday School але англійську математику і grammar і такі уроки проводять наші місіонери практично все село дітей виростає вже християнами з доброю скажімо 200 дітей це є багато вони з доброю такою основою християнською виростає зараз почали ми будувати там сиротинець і церкву бо збирається ця церква під палаткою просто тент вони мають а купили землю обгородили ми були останній раз там в дженури в січні і ми обгородили територію зробили фундамент для допоміжного будинку коли ми поїхали вже цей будинок побудували там вже є будинок допоміжний а зараз тільки поставили фундамент для церкви для сиротинця і ми планували знову їхати в січні але того що тут зараз така проблема з іболою то нас попросили трошки відкласти поїздку то я не знаю точно коли в нас буде наступний наступна поїздка туди але на даний момент ми мали їхати в січні ми не їдемо і така наша робота в Кенії що я хочу всім сказати якщо б хтось хотів з молоді поїхати з нами в Африку в Кенію наступну нашу поїздку я вас запрошую you more than welcome to join our team якщо б хтось хотів фінансово нас підтримувати той праджект ту церкву той сиротинець я вас Бог благословить а так це вся моя інформація я хотів з вами поділитися давайте будемо пам'ятати що ми є діти Божі і ми не будемо теплими ми не будемо тими такими як є характеристика про Ладокійську церкву а будемо робити роботу Божу що коли прийде останній суд коли прийде сан людський і всі ангели з ним коли буде ця ситуація то Ісус Христос скаже до нас ви провідали мене ви нагодували мене ви ходили проповідували ви робили всі добрі діла хава вас Бог всіх благословить амінь хава вас Бог всіх благословить помер вінах я стіжен у себе віна любови всі Бог приніс спавай Богом наш трепой і віх з тобою і в тих головних серця і світ новий чудовий освіти душі якому радісь не здійця осматривний клуб і у самиць і вагіт цирі Його та бід батьок скажи, що не покиди Його вічний бок засвітить сонце на шляху Падохо Заштрипалай Зири собою Тих головних серця И свекновий чудовий освіти Якому радість снеситься Якщо ж не матрикник Звернусь до шляху Который до радости веде А ты, Богом, любовниця Падли жопу Чтоб в той шляху Висновь знайти Палай, Богом Заштрипалай Зиви собою Тих головних серця И свекновий чудовий освіти Якобу радість снеситься Палай, Богом Палай, Богом Я таку Я имею великую привилегию быть здесь вместе с Вами Был Розжен в Африке Я там вырос Я там живу Я родился В самом бедном селе Я родился В самом бедном селе Когда я возрастал Я переехал в поиске лучшей жизни В 1974 году Мне было 17 лет тогда Бог изменил мою жизнь И Бог сказал мне Если я буду слушаться и повиноваться Ему Если я буду слушаться я открою тебе дверь и ты будешь говорить многим людям разных странах И я решил послушаться Бога И Бог дал мне эту привилегию проповедовать многим людям Я никогда не поступал в никакую школу Я не умел разговаривать по-английски Пока в 985 году ангел пришел ко мне и сказал Я тебя научу английскому языку и ты будешь говорить на английском языке и ты поедешь проповедовать слово И я сказал своей жене что я буду говорить на английском и я поеду в другие страны проповедовать Она мне сказала я потерял рассудок И я сказал своим друзьям что я буду владеть английскими и я поеду в другие страны проповедовать Они сказали ну это хорошо И все мои друзья думали что я потерял И где-то в декабре мне прислали письмо приглашение в штате Колорадо Славянская церковь пригласила И в этом штате я когда приехал начал овладевать английским языком вместо своего языка зуму И таким образом Бог мне дал английский язык без всякой школы И у меня была такая привилегия быть на Украине два раза Первый раз я был в Донецке и второй раз я был в Львове В прошлом году они отказали мне визе я верю что один день придет и они мне откроют визу и я поеду в Украину опять в следующем году я буду иметь крусейды и в посещение и в я буду также иметь посещение в Израиле и я доволен слышать что молодые люди идут и я хочу вам сказать они и и и и я доволен слышать что молодые люди идут на миссии И я хочу вам сказать, что вы никогда не будете великими, если не будете слушаться Слова Голоса Божьего. Мы насаждаем церкви в Африке. И у нас есть дома сырот, где мы кормим детей. Их родители были бы уничтожены вот этими всякими заболеваниями. И Бог положил нам на сердце ухаживать за этими детьми. Я хочу сейчас, чтобы включили маленький клип, который... Я не знаю, нам здесь на экране видно, но вам будет трудновато увидеть это на большом экране. Это их дом сырот. Здравствуйте! Здравствуйте! Я знала. Меня зовут Сика. Я был в Санта-Фе и я был в Санта-Фе и был гроант в Киене. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы этого мальчика нашли на улице, он был голодный и он хотел пить И мы за ним пошли и он привел нас к дом, где бабушка была голодная И она говорила, что у них нет пищи, она плакала и все дети у нее плакали Мы решили сделать вот такой, как бы, пищи для детей Мы все собираем и даем им пищу Если вы хотите больше увидеть Я вам оставлю вот этот DVD Вы можете попросить, если вы хотите все это просмотреть Я думаю, вам не нужно понадобиться какой-то переводчик Давайте мы по ним открым Слово Божие, притчи 21, 18 И мы должны помнить, что всякие народы, они уповывают на Бога Единственный, кто может помочь, кто может дать нам силу, это Бог Наша надежда на Бога Наша надежда на Него и что Он ответит на наши молитвы Когда Бог отвечает на наши молитвы Это когда нам удобно Я хочу прочитать этот стих Потому что я верю глубоко в сердце Вы молитесь и Бог ответит вам ваши молитвы Я верю, что вы уповаете на Бога, чтобы Он ответил вам на молитвы Я хотел бы увидеть этот стих на экране, если это возможно 13, не 18, 13, не 18, извиняюсь 13, не 18, извиняюсь Притчи 21, 13 Притчи 21, 13 This is the way that God helped me God helped me Бог помог мне He said, whosoever despise the word He is here at the cry and the cry of the Who cannot forgive me voriges the word H oh God Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Бог говорил это моему сердцу. Он сказал, если ты хочешь видеть свои нужды отвеченными, отверни взор свой себя. Посмотри на бедных. И я начал ухаживать, следить за бедными. И я посмотрел на этих детей, которые не имели никаких возможностей. Когда я начал это делать, Бог начал отвечать на мои молитвы. Бог начал мне показывать разные исцеления. Один день у нас не было пищи кормить этих детей. И мы не могли сказать детям и объяснить им, что у нас нет денег, у нас нет стресс, чтобы купить им пищи. И мы посадили их и сказали, ожидайте, что вам Бог пошлет пищу. И ехал один трок с одного города, второй. И в этом троке было много мяса, которое он... Когда они проезжали возле моего дома, вот этот холодильник, который охлаждал мясо, сломался. Вот этот управляющий позвонил своим главным, что у него обломался... Ихни менеджеры сказали, чтобы он раздал это мясо, чтобы оно не пропало. И водитель этого трака пришел ко мне домой. Он спросил меня, пастор, ухаживаете ли вы за бедными? Он сказал, да, мы еще это продолжаем. Он сказал, у меня есть для тебя мясо на улице. Мы выходим на улицу, к этому черопу. Мы достаем это мясо детям. Я видел, как Бог благословляет и отвечает на наши нужды. И у Него много есть. У Него есть много чудес. И если мы присматриваем бедных, Он усмотрит за нас. Он сказал, Он откроет нам окна небесные для нас. Я видел, как Бог усматривает за нами, потому что мы присматриваем за бедными. Почему я решил ухаживать за бедными? Потому что один день я видел маленького мальчика 4 или 5 лет. И он что-то копал в земле. Я спросил его, что ты здесь делаешь? Он сказал, я хочу пойти к моей маме. Он спросил, где твоя мама? Он что-то пытался мне ответить, но я его не понял, потому что он был маленький. Я спросил соседей, а где его мама? Они сказали, что прошлую неделю, в субботу, мы похоронили его маму. И маленькие мышления этого мальчика. И он подумал, что как может пойти к маме, это докопаться к ней в землю. И он копался как бы возле ее гроба, чтобы пойти к ней и попросить у нее кушать. Я взял этого мальчика к себе, чтобы подписать бумаги, чтобы он мог ухаживать за ним. Этот мальчик вырос в его доме. И ему сейчас 17 лет. И с этого времени Бог положил в мое сердце упраживать за детьми. И как я это продолжаю делать, Я не сожалею о том, потому что Бог Он заботится о нас. И Он будет заботиться о тебе. Потому что окружающий мир нуждается в вашей помощи. Я верю, что в России, в Украине, в Кене, в Кене, в Кене, в Кене, в Кене, в Кене, везде вокруг люди нуждаются в вашей помощи. И я верю, что в этой стране также есть люди, которые нуждаются в вашей помощи. Мы иногда смотрим на себя, забываем о других. Я имею новую, хорошую для вас. Я верю, что вы можете дать. Без любви. Но вы никогда не будете любить без давания. Бог открыл нам дверь и приехать в эту страну. Мы, может быть, думаем о тех людях, которые не имели такую возможность. И это самая успешная страна. Я благодарен Богу за эту страну. Если бы не из этой страны, я бы не был здесь. И если бы не эта страна, я бы не одевался так. Мы одевали кожу в Африке. Мы смотрели, как бабуны. Но американцы послали своих миссионеров в эту страну. Они как бы цивилизировали нас. Они построили там тюрьмы, построили госпиталя. Они отменили вот эти кожи и одели у нас в одежду. Их Бог благословлял, потому что они добавили. Я верю, они посылали многих миссионеров вокруг мира. И поэтому Бог благословляет Америку. Я верю, Бог открыл двери в Советском Союзе приехать сюда. Привезти пробуждение в Америку. Он привел вас сюда, Он вам доверил. Потому что особенно вы молодые, вы владеете этим языком. Дайте Богу возможность использовать вас, привезти пробуждение в этой стране. В каждой стране нуждаются в пробуждении. Я верю, Америка особенно нуждается в этом пробуждении. Потому что они благословляли другие страны. И сейчас время нашей страны облагословить Америку. И Бог обещает благословлять нас, отвечать на молитвы. Если мы будем проповедовать другим людям. Самолюбие никогда нас не поможет. Но что поможет, если мы будем смотреть за другими? Неверующие говорят. Бог помогает тем, которые помогают себе. Но Бог говорит, я помогаю тем людям, которые помогают бедным. Бедные люди, они будут всегда здесь, пока Иисус не придет. Бедность будет всегда, пока Иисус не придет. Но мы, как тело Иисуса Христа. Мы должны ухаживать за другими. Мы верим, что Бог утрет всякую слезу с наших очей. Мы ждем вот этого дня. Когда Бог утрет слезу. Но пока мы еще живем. Мы ожидаем этого дня. Мы должны вытирать вот эти слезы другим людям. Мы должны указывать им помощь. Мы должны их любить. Я молю Бога. Чтобы Он закрыл мои глаза. Я не вижу цвета. Я вижу человека. Я не разбираю себя в цветах. Я даже не знаю, что я черный. Я вижу себя как дитё Божье. Я не вижу белого цвета. Я вижу детей Божьих. Был богатый человек во время Библии. Он любил своих собак так много. Он не хотел присматривать за человеком. Один день вот этот бедный Лазарь, он посещал этого богатого. И этот богатый не имел никакой пищи, которую он мог бы дать Лазарю. Он отдавал свои остатки собакам. Но Бог не умирал за собак, Он умирал за человека на кресте. И богатый человек умер, и он открыл свои глаза. И он был удивлён, что не было там собак. И когда он поднял свои глаза, он не видел там собаку, но он увидел Лазарю. Я никогда не попаду в небо с собаками, с котами, с деньгами. Я пойду туда в небо и с спасёнными душами. Эти души, они пойдут в небо. Я не думаю, что там будут животные. В Денвер, Колорадо, была одна женщина, которая имела 50 котов и 50 собак. Всё, что она имела, она кормила своих собак. А на один день она заболела. Они взяли её в госпиталь. Эти собаки и коты, они были голодные. Они начали кричать и издавать всякие звуки. Они, соседи услышали это, и это им надоело. И они отравили от этих собак и котов. Они все умерли. И эта весть пришла в госпиталь этой тёчке. Они сказали ей, что твои коты и собаки, они поумирали. Она начала плакать. И она получила приступ. И она потеряла свою жизнь, потому что... Потому что её коты и собаки умерли. И я сейчас думаю о человеке, который был в небе. Который висел между небом и землёй. Который кричал, а так кончилось. И он сказал, совершилось. Он не умирал за собаки и за котов. Но умер за души человеческие. Кто из вас верит, что мы идём в небо? Кто из вас уверен, что верите, что вы увидите меня на небе? Будьте осторожны, когда придём в небо. Я уже не буду чёрным. Когда придём в небо. Будьте осторожны. Вы можете меня не заметить. Вы, может быть, пройдёте мимо меня. Потому что я уже не буду чёрным. Потому что я вот это своё чёрное тело положу в землю. И я встану с новым телом. И Библия говорит, когда Иисус придёт на хмара. Я буду как Он. И я верю. А в один день Я буду на небе. Вместе с верующими с Украины. С бабушкой, не будет бабушек и дедушек. Я буду в небе там с чёрными. И мы будем иметь новое тело. Я верю, что ты не будешь никогда иметь этого тела. И это будет великая радость быть вместе там. Давайте не взирать на те вещи, которые земные. В один день американский доллар, он станет в пудру. Один день этот американский доллар, он потеряет свою ценность. Я думаю о всех людях, которые живут вокруг мира. Которые слишком богаты. И я думаю о Волмарте. Который основал вот этот магазин, уже умер. А бизнес продолжается. Все богатства этого мира, он оставил позади. Мы никогда не попадем на небо с этими богатствами земные. Но мы пойдем в небо с душами. Мы никогда не попадем в небо с богатствами этого мира. Мы благодарны Богу за эти богатства. Но мы должны помнить что-то одно. Все, что нам Бог дает. Это 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 его как бы орудие. Это инструмент, который мы должны использовать, чтобы приводить души. Все, что Бог дарует нам. Это его инструмент. Мы должны его использовать для славы его. Все, что мы имеем. Мы должны думать о других людях. Я сейчас сяду. Это все, что я имел для вас. А я хочу сказать, в 95-м году я был в Орегоне. Я говорил там с молодым человеком. Он сказал, я не доверяю миссионерам. Я не могу дать свои деньги миссионерам, потому что я им не доверяю. Почему, я спросил, ты не доверяешь? Они не делают то, что они говорят, будут делать в этой стране. Я спросил, был ли ты там, в этом месте, куда они ездят? Нет, я там не был никогда. И он сказал, тогда забудь, ты как бы не существуешь для того, чтобы помогать. В это время, когда я с ним разговаривал, стояли там спортивные машины. У него было много разных спортивных машин. Но что я хочу сказать вам. В следующем году, я был в Сиэтле. Я получил звонок из штата Орегон. Чтобы я приехал и помолился за этого человека. У него была проблема, у него был рак. Он лежал. Красивые у него были машины. Все равно стояли там у него. Они не могли ему помочь. Это богатство этого мира. Оно здесь останется. Аминь. Это богатство этого мира. Мы никогда с собой не заберем. Но мы придем с душами. Откройте свои глаза. Присмотрите за теми, которые вокруг вас. Люди, которые на Украине. Люди, которые в России. Люди, которые вокруг этого мира. Некоторые из вас. Особенно те, которые едут в Кеню. Некоторые пойдут в небо. Они увидят черного мальчика. Придет к вам. И он скажет, спасибо вам, что вы указали мне помощь. Вы сказали, я никогда не был в Африке. Вы скажете, я никогда не говорил вам о Боге. Но они скажут, вот это пожертвование, которое вы дали. Которое вы передали через миссионеры. Чтобы он привез это нам. Оно помогло мне. Вы сегодня. Давайте будем выигрывать эти души во имя Господа. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Будь благословен. Аминь. Аминь. Благословлю. И в тебе благословляться все племена земли. Слава Богу. Ви благословен. И дякуйте Богу за это, что вы имеете такое прекрасное место. Я швиденько пройду, зачитаю несколько миссий Святого Писания. И хотел бы передать одну думку. И хотел бы передать одну думку, что мы должны быть всегда в правильном месте перед Богом. Мы должны быть всегда в правильном месте перед Богом. И давайте откроем Йова, 33-й вірш, 33-й розвиток, 14-го до 19-го вірша. «Бо Бог промовляє і раз, і два рази, та людина не бачить того. У сні, у видінні нічному, коли міцний сон на людей нападає, і в дрімотах наложий, тоді відкриває він ухо людей, і настрашує їх осторогою». И тут я зупинюся. Мы бачимо такі слова, что Бог промовляє раз и два рази, и людина інколи не слухає. Бог говорит до нас різними методами и різними способами. Когда я дивился переклад цього місця, цього вірша, я знайшов такі слова, что «God speaks time and time again, but nobody notices». Ніхто не замечает. «For God speaks in one way and in two, though man does not perceive it». Людина, якби, чує ту інформацію, але її не перетравляє, не перетворює. Інший переклад говорить «for God speaks the first time in one way, the second time in another, though a person does not perceive it». Коли Бог говорить різними методами, різними способами, і людина цього не приймає. Не хочу приймати. Коли є відкрито і коли є закрито, залежно. І діє до євреїв, 13 розділ, 15-16 вірш, говорять такі слова, що «Аж поки говориться сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань, котрі, бо почувши, розгнівались на Бога, не всі, хто з Єгипту вийшов з Моїсеєм». Говориться, що коли ми чуємо голос Божий, не робімо наших сердець затверділими. Коли Бог щось посилає до нас, дає нам думку, починає говорити в нашу совість, починає говорити до нашого розуму, нам важливо, коли Дух Святий починає нам говорити, нам важливо не робити твердим наше серце, а відкривати своє серце перед ним. Давайте підемо трошки в старий заповід і подивимося на то, що Бог хоче, і що Він говорить, і як Він хоче бачити нас завжди в нашому ходженні перед ним. Відкриємо нас, я хотів би, щоби нас вчив сьогодні Якоб. Давайте відкриємо Буття, 28 розділ, 15 вірш, 16, 18, 19. І ось я з тобою, і буду тебе пильнувати скрізь, куди підеш, і верну тебе до цієї землі, бо я не покину тебе, аж поки не вчиню, що я сказав був тобі. І прокинувся Якоб свого сну і сказав, дійсно, Господь прибуває на цьому місті, а я й того не знав. І встав, як і врану вранці, і взяв каменя, що поклав собі від голови, і поставив його на пам'ятника, і вилив голову, оливу на його верх, і назвав ім'я цьому містю Бетел, а іменя того міста на початку було Луг. Ми бачимо, що Бог, що Яков, Яков, він мав першу зустріч з Богом там в Бетелі. І Господь говорить, що я тебе верну в те саме місце. Що прийде час, прийде пора, і я верну тебе на те саме місце в Бетел. Але Яков був в тяжкій ситуації в цей час, він втікав, він йшов на іншу територію, він міняв своє місце життя, і за цих причин, які сталися там. І Бетел в перекладі це говорить дім Божий. Це дім Божий, це є місце, де зустрічається Бог з людиною. Ми сьогодні знаходимося в Домі Божому, де Бог приходе і хоче своїм святим духом зустрітися з нами. В певний час в нашому житті кожен із нас, він мав зустріч з Богом. Були заповіди, були обіти, які ми давали Богу, говорячи, що Бог, ми будемо тобі служити до кінця нашого життя. Ми приймали святе по віри водне хрещення. І Бог знайшов нас. І знаєте, найперші такі важливі моменти нашого життя, це коли ми вперше відчули Його помазання, Його святого духа, коли Він торкнувся нас. Це були прекрасні моменти. І іменно ці моменти, вони ціні в нашому житті. Ми їх пам'ятаємо в нашому житті. І я хочу сказати, що більше їх пам'ятає наш самогутній Бог. Він любить ці моменти. Він любить цей Бетел, цей Віфіль, по-російськи сказати. Він любить там цю зустріч з нами. І він говорить до Якова, що прийдуть моменти, будуть важкі моменти в твоєму житті, но я верну тебе назад. В Бетел. І там Яков говорить, що дійсно прекрасно, а я й не знав. Тут Бог пребуває. Досить часто ми не знаємо, що Бог може бути так близько і пребувати з нами на наших дорогах. Де ми ходимо, де ми пересікаємося, де ми працюємо. Бог, Він є з нами. І ось, давайте, за браком часу я хочу просто рухатися і йти далі. Вже коли Яков пішов, Яков пішов і працював у Лавана, коли він його почав обманювати, ви знаєте, що цю всю історію, що ставалося, Бог помаленьку починає наближати, кликати, щоб Яков почав вертатися назад. І перший такий поклик, це записано в Бутя, 30 розділ, 25 вірш. І сталося, коли Рахіль породила Йосипа, то сказав Яков до Лавана, відпусти мене і нехай я піду до свого місця і до краю свого. Другий такий поклик ми знаходимо в Бутя, 31 розділ, 3 вірш, говорить нам, і промовив Господь до Якова, вернись до краю батьків твоїх і до місця твого народження, а я буду з тобою. І третій такий, що я знаходжу, поклик вертатися назад в Бетел, це Бутя, 31 розділ, 13 вірш і 18 вірш. Я Бог Бетелу, що ти намастив, був там пам'ятника і мені, і склав там обітницю, тепер уставай, вийди з цієї землі і вернися до землі твого народження. І він забрав усю худобу свою і все майно своє, що набув, здобуту худобу свою, що набув у паданні арамейським, щоб прийти до Ісаака, батька свого, до землі Хананейської. Ми бачимо, що Яков починає вертатися назад до Бетелу, до цього місця, де Бог хотів його бачити. Але Бутя, 32 розділ, 6-7 вірш, говорить нам, що прийшли посли до Якова, і вони говорять, що йде проти тебе твій брат, якого ти обманув. І я не хочу читати, за браком часу ми знаємо, що сталося там. Коли Яков, він склонився перед Богом, і він мав цей пануел, цю зустріч з Богом, коли він молився, він казав, Боже, якщо ти благословиш мене, я буду з тобою, він, я не відпущу тебе, а він говорив, поки ти не благословиш мене, поки ти не захистиш мене, я не відпущу тебе. Була ця зустріч з Богом, коли Яков пішов, кульгаючи після цієї зустрічі. І що характерно, коли ми читаємо, Бог допоміг йому, Бог дав йому, вивів його з тієї ситуації, коли ці два брата, вони об'єдналися, вони обнялися, так Бог зробив, втручився сверхъєстіственно, що він дав мир його братові. Ви знаєте, там ніхто не загинув, там не було ніякої війни, там все сталося добре, ці брати, вони закінчили цей, ця трагедія закінчилася мирно. І коли ми читаємо Буття, 33 розділ, 17 і 20 вірш говорять, це такі слова, я хочу, щоб ми звернули увагу на ці слова. А Яків подався до Сукоту і збудував собі хату, а для худоби своєї поробив куренні, тому назвав ім'я тому містю Сукот. І Яків, коли він прийшов із Падану Арамейського, прибув спокійно до міста Сехем, у краї Ханаанському, і растаборився перед містом, і купив він кусок поля, де розклав намета свого, з руки синів Гомора, батька Сехема, за сто срібників, і поставив там жертвенник, і назвав його Йоал-Ізраїль. Далі ми читаємо, що і вийшла була Діна, дочка Лії, яка родилася її, Якову, щоб подивитися на дочок того краю, і побачив її Сехем, син Гомора, хавенеянина, начальника того краю, і взяв її, і лежав з нею, і збечесив її, і пригорнулася душа його до Діни, дочки Якові, і покухав він, і ми знаємо цю історію, що сталося. Знаєте, раніше, коли я чув багато проповідів на ту тему, і перше все, кого ми хотіли осудити в цій історії, це цю дочку Діну, яка вийшла подивитися. І ми досить часто, ми правильно говоримо нашим молодим, ми правильно говоримо собі, що не потрібно виходити, не потрібно дивитися на цей світ, який окружає нас, тому що це може закінчитися трагічно. І ми знаємо випадки, що це закінчиться трагічно з нашою молодьожі. І ми ставимо акцент, іменно що Діна, це її проблема. От не послухалася батька, і пішла вона туди. І от таке сталося. Ну, Яків, він мав йти в Бетель. Його предназначення було йти до Бетелю, вертатися, куди Бог його вів. А ми бачимо, що він розташувався в цьому сихемі, він там купив поле, він там собі почав жити. І також я хочу звернути увагу, що це не лише проблема Діни, це не лише проблема наших дітей часом, нашої молоді, але досить часто це буває проблема наша. І я не говорю сьогодні про географічне положення, я не говорю про то, чи мені жити в Сирак'юзі, чи мені жити в Бігментоні, чи мені жити в Кенії, в Ізраїлі, чи так далі. Я говорю про наше географічне положення з Богом. Моє географічне положення з Богом. На якому духовному стані знаходжуся я перед Богом. Чи я ходжу перед Богом правильно? Чи я йду туди, куди Бог мене посилає? Чи я вертаюся назад в Іфіль, де Бог мав один час зустріч з мною? Чи в мене є цей Іфіль в моїй таємній комнаті, коли я молюся з Богом, чи в мене цього немає? І досить часто ми обнарушуємо проблеми в своєму житті. Бог, чому так сталося? Чому крах? Чому хворова прийшла? Чому діти перестають мене слухатися? Чому це чи інше стається в моєму житті? Я думаю, що в багатьох випадках, якщо проекзаменувати своє життя, то можна знайти це положення, що я повинен бути би на іншому місці, на іншому левелі, на іншому вимірку Божому, в Його волі. Досить часто ми робимо багато рішень в нашому житті, рішень не по духу, а рішення ми робимо по плоті нашій. Ви знаєте, що Бог називає Лота праведником. І багато ми чуємо про праведного Лота, праведний Лот. Я знаю, що є два типи праведників. Праведний Авраам і праведний Лот. Праведний Авраам, який був праведний по духу. Тому що він робив всі свої рішення свого життя. Він робив по духу, він робив по тому, що Бог казав йому. Він робив свої рішення згідно Слова Божого, згідно волі Божої. Лот, він робив свої рішення згідно того, що було приємно для його очей. По плоті, по земному. Коли вони підійшли, коли пройшло розділення між Лотом і між Авраамом, Авраам говорить, подивися, вибирай собі або ліву, або праву частину, куди ти хочеш шти, в якому напрямку ти хочеш рухатися. Він предоставив йому цю можливість. І Лот подивився, і він вибрав то, що краще. Він вибрав кращу землю. Земля, яка краще урушається, земля, яка в кращому географічному положенні. І він каже, я беру це, я беру цю землю. Він дивився очами, плотськими очами на речі. Це саме сталося тут, коли вертався в Віфіль Яків. Була ця територія, бо це земля, яку він міг купити за дешеві гроші. І йому не потрібно було бути в цьому місті. Бог його очекав в Віфілі, там, де він перше зустрічався з ним. І ми наслідки Лота, коли ми дивимося, що сталося. Він був спасав, Авраам його спасав декілька разів. Просто по благодаті. І як закінчилося Лот, коли він виходив з цього Судома, його моря, де він там жив. Досить часто в нашому житті ми часом з нашими ситуаціями зживаємося. З нашими обставинами ми зживаємося. Ми думаємо, добре, прекрасно, ніби все добре, ніби все благословено. Ми зживаємося і ми мучимося, що неправильно люди навколо нас живуть, неправильно браття наші чи сестри поступають, недобрі американці, недобрі сусіди наші в гріху. А що ми робимо для того, щоб змінити ситуацію? Якщо ми не маємо миру один з одному, з одному в наших сім'ях, скажімо, в церкві, наприклад, це просто поступки по плоті. Ми поступаємо по плоті. В таких випадках. І як закінчилося? Лот, коли він виходив з цього Судома, його моря, він виходив сам. Коли я передивлявся цей кінофільм, лист Шіндлера, я не знаю, чи ви бачили, це хороший фільм, коли цей Шіндлер, він викупляв людей, він віддавав всі свої останні речі, годинник, за того, щоб спасти ще декілька єврей. Ми повинні мати, я повинен мати такий менталітет, християнин, таку ментальність свою, що не тільки я хочу спастися, не тільки я хочу піти на небо, але я також хочу з собою ще когось взяти туди. Як це в буквальному смислі взяти, засвідкувати, засвітити, допомогти, щоби не самому спастися. Лот спастися, звичайно, він спастися. Ну, ми знаємо, як трагічно закінчилося його життя, який народ родився від нього, який до теперішнього часу створює проблему для Ізраїлю. Але він був праведник. Можна бути праведником, але можна спастися, але одночасно можна втратити великі благословіння для Бога. І що сказав тоді Господь після цієї ситуації? Яков сказав до тих своїх синів, які повбивали цих людей, які хотіли мирно жити з ними. Він сказав до них, ви недобре поступили, тепер всі нападуть на мене зараз і повбивають мене, і вб'ють мене, і вб'ють нас. І тоді Буття, 35 розділ, від першого до п'ятого вірша, вже Господь, я думаю, що Господь тоді сказав ті слова, і Він сказав їх дуже голосно. Я просто впевнений, що Господь тоді сказав до нього дуже голосно. І сказав Бог до Якова, оставай, вийди до Бетелу, і там усяця, і зроби там жертвенника Богові, що я явився тобі, як ти втікав, був перед Ісавом, братом своїм. І сказав, як і в додому свого, до всіх, хто був з ним. Декілька.